За вашей спиной, мне известно тоже хорошо, я впервые, будучи президентом, именно побывал на этой лодке, когда посещал Северный флот и выходил на ней в море. Я хочу передать самый тёплый привет, хочу передать экипажу. Что касается предприятия, то вы наверняка знаете о его финансовых проблемах, мы ими занимаемся. Мы это предприятие не оставим один на один с проблемами. Уже предприняты определённые шаги для оздоровления финансовой ситуации. Мы и дальше будем предприятию помогать. Что касается заработных плат, то они, конечно, в значительной степени, прежде всего, должны зависеть от экономической эффективности и деятельности самого предприятия, от загрузки предприятия. А именно поэтому мы намерены не только размещать оборонзаказ на звёздочки, но и помогать предприятию получать другие заказы из гражданской сферы. И звёздочка такие заказы уже, как вам известно, выполняет. Что касается северных надбавок, то эта система функционирует, но знаю все вопросы дополнительного характера. Мы их изучаем и будем совершенствовать эту систему. То же самое относится и к тем, кто уже на севере поработал и хочет переехать после выхода на пенсию в другие регионы страны. Люди знают о таких проблемах, я говорю. Знают также, что мы систематически этими проблемами занимаемся. Будем решать их и дальше. Что касается самого главного вопроса, вернусь к нему ещё один раз. Звёздочку будем загружать, а финансовая проблема – помогать решать. На эту тему есть реакция в нашей студии. Дмитрий, пожалуйста, дайте возможность задать вопрос. Да, у нас очень много желающих задать вопрос Владимиру Путину. Но я думаю, что в продолжении темы армии и флота есть логика задать вопрос человеку в военной форме. Пожалуйста, представьтесь, присядьте. Представьтесь и ваш вопрос. Председатель Международного союза ветеранов воздушодесантных войск, войск, аэромобильных войск и войск специального назначения. Генерал-лейтенант Слюсарь Альберт Евдокимович, город Рязань. Уважаемый Владимир Владимирович, проводимая реформа в армии предусматривает увольнение из вооружённых сил более 200 тысяч офицеров. Кроме этого, ликвидируется институт праборщиков и мельсменов. Это, безусловно, налагает большую озабоченность на этих офицеров, и они смотрят очень с трудом в своё будущее. Прежде всего, каким образом они будут обеспечиваться жильём, как будет осуществляться трудоустройство их, пенсионное, медицинское и другое обеспечение. И второй вопрос. Не повлияет ли сегодняшняя реформа, которая проводится в армии, на состояние оборонспособности нашей страны? Спасибо. Я рассчитываю на то, что все преобразования, которые намечены и будут осуществляться в вооружённых силах, повлияют на обороноспособность, но, разумеется, в лучшую сторону. Будут укреплять обороноспособность государства. Ради этого всё и делается. Что касается увольнений, о которых Вы сказали, никаких массовых увольнений не планируется. Более того, в 2009 году увольняться будут только те офицеры, которые выслужили соответствующие сроки службы. Это первая категория. Вторая категория – это офицеры, которые были призваны после военных кафедр по договорам на два года. И срок этих договоров истекает. Что касается прапорщиков, то их просто не будут готовить вновь. Но те, кто хотят дослужить в таком качестве, имеют это право. Те, кто хотят перейти, по сути, исполняя те же самые обязанности, но на гражданскую службу, а как правило это делается с повышением заработной платы, могут сделать этот выбор самостоятельно. Но, повторяю ещё раз, те, кто служит в качестве прапорщиков, их никто не собирается увольнять. Только за то, что они прапорщики. Так что эти опасения, они лишены оснований. Если же будут появляться какие-то перегибы в этом смысле, будут появляться, всплывать вещи, которые не планировались, но возникают, то тогда мы будем на это реагировать. Я даже ни на секунду не сомневаюсь. Что касается обеспечения жильём, в течение 2010 года все офицеры должны быть обеспечены постоянным жильём, а к 2012 году все военнослужащие и вооружённые силы будут обеспечены служебным жильём. Темп, набранный в решении этой задачи, такой, что даёт нам полное основание считать, что поставленные задачи будут исполнены. Спасибо. Я сейчас предлагаю, не отпуская Северодвинск, снова обратиться к Центру обработки телефонных звонков, где работает моя коллега Мария Ситтель. Маша, что интересует тех телезрителей, которые задают вопрос председателю правительства по каналам телефонной связи? Тем очень много, которые задают, но я позволю себе всё-таки продолжить армейскую, потому как мы уже её коснулись. Вот, Владимир Владимирович, огромное количество мам и молодых людей через СМС-сообщения, через телефонные звонки задают один и тот же вопрос. Правда ли, что в армию теперь будут призывать не на год, а на два года и восемь месяцев? После чего вы можете ответить? Нет. Это просто слухи, не имеющие под собой никаких оснований. Решение принято, оно состоялось. Срок службы – 12 месяцев. И ничего менять мы не собираемся. Срок службы по призыву, естественно. Да. Я видел по мониторам, что у нас в Северодвинске, кроме гражданских служащих, много было людей в форме флотских офицеров. Давайте дадим возможность им тоже задать вопрос. Пожалуйста. Да, кто из военных моряков готов? Так, вот у нас капитан третьего ранга. Пожалуйста. Представьтесь. Командир боевой части атомного подводного ракетного крейсера «Карелия», капитан третьего ранга Калинкович Вадим Степанович. Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, в продолжение вопроса, который задал генерал-лейтенант, прошу пояснить проблему приобретения жилья по программе «Государственные жилищные сертификаты». Многие моряки-подводники с помощью этой программы решают свои проблемы, но уже поднимался вопрос о необходимости приведения в соответствие рыночной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья стоимости квадратного метра по сертификату. Мне предстоит увольняться в запас по достижению предельного возраста в 2010 году, смогу ли я к этому периоду и мои сослуживцы приобретать реальное жильё по данным сертификатам. И второй вопрос. Как предусматривается решить проблему обеспечения жилья жильём военнослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера? Спасибо. Вы знаете, я, если я в чём-то ошибусь, там в деталях, то вы меня простите, но цифры всё-таки будут достаточно точными. В начале года обеспеченность сертификата была 26 тысяч с какими-то копейками, там 26 тысяч 400. Мы в первой половине года повысили стоимость этих сертификатов. И сегодня это 28 тысяч 500 примерно. Для Москвы и Петербурга 34 тысячи 800, ну свыше 34 тысяч. Средняя стоимость одного метра жилой площади по стране 28 тысяч. Так что сертификат, в принципе, наполнен реальными деньгами. Справедливости ради, должен сказать, что для Москвы и Петербурга 34, но реальная стоимость в Москве и Петербурге больше. Это 42 и примерно 44 тысячи соответственно. Я исхожу из того, что, во-первых, сейчас нет худа без добра, но стоимость квартир в целом по стране, в том числе и в Москве, и в Петербурге, всё-таки будет снижаться. И этих денег должно быть достаточно даже для того, чтобы приобретать квартиры в крупных мегаполисах. Но, конечно, в Москве и Петербурге это сложнее.